Также я не буду сегодня озвучивать ничего про то, как метрики снимать, там мы считаем триггеры, доставлять алерты и все это просто капотные вещи. Опустим также бизнес-мониторинг и в контексте black box with white box-мониторинг мы считаем данный метрик маски в white box, мы можем все, что мы представляем, можем реализовать. Что же мы сегодня будем обсуждать? Сегодня мы будем говорить про то, что фразу «в кашу маслом не испортишь», это у нас не про мониторинг, так что метрик может быть слишком много у нас. У вас просто это реже из команды, другие инженеры могут в этом потонуть. Тем не менее, прежде чем бежать и собирать свой велосипед, давайте посмотрим то, что на рынке есть, ну, не на рынке, просто в мире, в частности, нам одна из идеи подошла. И собственно, про то, какая идея подошла, как мы ее внедряли, что у нас получилось, я сегодня рассказывать по большей части и буду. Вместо такого традиционного вступления я расскажу вам придуманную веселую, относительно веселую историю. У нас есть главный герой этой истории, условно, опс-инженер Васян, да, все совпадения случайные, если что. И он пришел на некоторый молодой начинающий проект, который разрабатывает продукт под кодовым названием X. Этот продукт у нас, опять же, не суть важна, что это такое, это может быть классика в виде там век-сервера, бэкэнда на ВКП и база данных на NoSQL, может быть, что-то модное, когда у нас мод.js и mongo, опять же, как бы, неважно. То есть, Вася пришел, первая его задача, сделай нам мониторинг, пожалуйста. Что делать Вася? Он берет какую-то существующую систему мониторинга, он ставит свою, настраивает доставку метрик, сбор, доставку, как дорисуют, даже барды, все хорошо. Собственно, на этом слайде примерное число метрик, которое можно получить с каждого элемента этой системы. Я, для примера, взял первую из приведенных, да, а сразу говорить, что здесь будут приводить примеры, и число этих метрик я брал из шаблона мониторинга запись, который поставляется официально вместе с последней, ну, уже предпоследней версией КПП. Если здесь сразу выкинуть запись, поставить любую-другую систему мониторинга, я думаю, что там число метрик особо не изменится, и, скорее, что даже будет больше. Просто надо было к чему-то, для примера, привязаться. Тем не менее, проект стоит на месте, он растет, развивается, когда проходит время, там появляются новые сервисы, и число метрик у нас, как бы, также растет. Это два-три новых сервисов, это десятка. Давайте посмотрим, что теоретически может быть у нас добавлено. Ну, в первую очередь, скорее всего, для коммуникации между вашими сервисами будет добавлено будет проходит какая-то почта, например, Kafka или Rabbit. Кажется, может нам принести, там, соответственно, 7-40 метров. Скорее всего, в то же время у нас появится будет тэширующее решение, если не раньше. Rabbit, конечно, пожалуйста. Наверняка может быть полнотекстовый поиск, как у предыдущего до пластика, у меня как-то Elasticsearch, как раз я тоже приездался к нему, это, согласно стандартному шаблону, порядка 70 метрик. В конечном итоге, если мы возьмем по одному представительству из каждой группы, у нас число метрик нашего сервиса возрастет уже до 300 штук. Это без учета того, что напишут программисты и будут отдавать их компоненты. Уже как бы немало. В чем же проблема, спросите вы? Ну, вроде как бы, много метрик, хорошо, видим систему со всех сторон, все замечательно там. Ну, если где-то там не нужны, давайте их просто выкинем. Что такого-то? Это немножко ошибочное впечатление. Давайте посмотрим на проблему с двух разных сторон. Со стороны разработки. Мало-малеский, как бы, крупный проект, редко пятиданная команда, обычно работает несколько. Вот наш проект X, как бы он вырос, у нас 4 команды, каждая пишет свой кусочек, каждый кусочек дает примерно 100 метров с себя, да, ну, со стороны там каждой команды, и все хорошо, 100 метров, в принципе, сознание более-менее помещается, человек может с ними работать. Что происходит со стороны обс-комманды? 400, причем больше 400. Почему больше? На предыдущем слайде было 4 по 100. Потому что обс-комманды, скорее всего, что-то добавят от себя. Вот будет метрик, балансировщик, инфраструктурные вещи, то есть 400, который наш не летел снизу. Теперь представим Васю, который все еще в этом проекте. С проектом, что случается, произойдет какая-то авария, система начинает деградиру, в конечном итоге падает. Ваше нужно разобраться, что произошло, у него 400 метров. Я думаю, Вася будет выглядеть на работу. That's fine. Давай разбираться. Следующий вопрос. Стоп. А зачем нас смотрят на все эти метрики сразу? У нас есть триггер, у нас есть там электроалармика. Пусть это дело нам прилетает. Почему бы и нет? И здесь тоже не совсем так. Ну, потому что, во-первых, на каждую метрику вы триггер не навесите, вы получите просто мусорный мониторинг, платку и кучу ложных срабатываний. Через 2 дня пользования такой системы ее выкинуть. Ну, либо признать на нее обращать внимание. В чем смысл? Во-вторых, у вас какой-нибудь педничный сбой потянет за собой по цепочке в такую лавину, как домино, у вас в итоге в мониторинге будет гирлянда. Что как бы тоже нехорошо. Что же нам с этим делать? А, еще момент. Хотел привести здесь пример. То, что даже если мы выбрали некоторое число метрик, определенных, за которыми мы следим, для разных сервисов, порог срабатывания на эту метрику может быть разный. И вообще характер, и дизельсия для нее может быть разный. Сейчас я вам покажу три примера. Это одна система, три разных ее пуска, то есть три разных сервисов внутри, и метрика потребления памяти взятая за один интервал времени. И задам им два простых вопроса. Первое. Кто из этих трех сервисов больше всего нагружен, и кто из них уже страдает по производительности? График номер раз. Потребление памяти за несколько дней прыгает до 80 до 86%. Такое получается у нас графика. График номер два. Тот же интервал времени. Та же система, другой микросервис, ну или там не микросервис, да. Вот такой раз получается. 52, 680 ярко выраженными потреблениями там по питтаймам прихода пользователей. График номер три. От 23 до 35. Ну, давайте, у кого какие идеи? Кто больше нагружен? Копичица метрик, и все одинаковые. Это одна и та же метрика. Это метрика потребления памяти. Просто разные сервисы. Ну, ладно, я не буду сильно задерживаться. Никто из них сильно не перегружен, все, кто прекрасно работает. Наиболее высоконагруженным из трех является третий. Просто память не основная, как бы его, не основной его ресурс потребляет. То есть, если бы мы здесь навесили как бы там триггер где-нибудь на 8%, вот этот выстрелил постоянно. То есть, нужно подходить к этому с осторожностью. Опять же, мы получаем все для одной и той же метрики, но с разных сервисов мы будем иметь разные триггеры. Ну, а все, какая-то замечательная история, кроме трех последних слайдов. Тогда как же оно на практике? То есть, уже понятно, что метрик много, надо как-то с этим делом бороться, что-то делать на практике. Поэтому у нас еще парочка проблем пристыковывается. Давайте расскажу, как выглядит наш случай. То есть, в DIN-се наш проект не единственный, продуктов много, я расскажу, например, про наш. У нас сейчас две команды разработки, 9 команд разработки, 2 локации, порядка 70 сервисов внутри, 3 географических регионов и 2000 контейнеров с серваками. Все это нужно поддерживать в режиме 24 на 7, потому что пользователи по всему миру. Как это происходит? Так как у нас сервис в компании не единственный, поставляется в пачке других, у нас есть нетворки-перевышенный центр, это не то, что принято обычно считать под ногом, это вот ребята, кто 24 на 7, две смены с разных континентов, следят за всем подряд, плюс принимают эскалации от кастомер-саппорта, плюс также от артистов-партнеров, с кем мы стыкуемся, что-то подобное. То есть эти ребята это входной центр всей информации по всех проблемах, это первая точка. Дальше, если они проблемы понимают, что зашло выше их понимание, то есть какие-то простейшие кейсы, они эскалируют конкретную продуктовую команду. Ну, собственно, так обычно с нами и происходит. Это вот одна из причин, почему мы не можем навесить 100 500 триггеров на 100 500 метрик, потому что одни мы можем всю их команду как бы утилизировать. Это нехорошо, мы не единственные. Дальше эскалации приходят, например, в нашу продуктовую команду, где у нас есть там текущий текущий кадрежурный инженер, кто отвечает за поддержку два сервиса в проде. Собственно, как это дело у нас выглядит? У нас сейчас это три группы в трех различных часовых поясах, чтобы закрывать сутки по 8 часов, и суммарно 9 человек в ротации. То есть ко всему этому у нас присоединяется еще и такая проблема, как передача контекста. То есть как это дело выглядит? А тут у нас есть выбор. Либо у нас человек сидит сутками, он весь контейнер держит в голове, понимает, что происходит с продажем, в какой-то момент времени не может ответить на этот вопрос, там может участвовать в расследовании инцидента, но когда дежуришь 24 часа, это не очень хорошо от точки зрения как в World Life Balance. Мы люди гуманные, мы своих инженеров жалеем. Поэтому нам хотелось, чтобы люди жили полноценно рабочей жизнью, и там их дежурная жизнь занимала условно их рабочий день 8 часов. Поэтому мы смену разбили в сутках на три части, все хорошо, надо дежурить там США, Китай, Россия. Соответственно, в конце каждой смены дежурный инженер должен следующему передать в каком-то обозримом, читаемом, сжатом виде контексте, что происходило, что случилось, может быть сейчас какой-то инцидент все еще там длеет, нужно просто там присмотреть, пока рассасывается, ну вот это все вещи. И слишком больших объем информации их передавать сложно. Хочется какого-то вот чего-то сжатого. В итоге мы захотели сделать себе жизнь проще. Сделать себе жизнь проще по трем основным направлениям. Первое, это стандартизация. То есть хотелось, чтобы у нас все это дело, мониторилось, наблюдалось единообразно. Второе, может быть сервис, который отдает условно C-метрик, есть сервис, который отдает 200 метрик, чтобы анализ этого состояния этого сервиса инженером занимал примерно одинаковый результат. Требовал примерно одинаковый число усилий, точнее. И вот как раз-то самая легкая передача дальше по смене другим инженерам, плюс увеличение разработчиков еще как бы по сменам. Мы решили, к прежде чем бежать делать в свой велосипед, посмотреть, что до нас придумали как умные люди, может быть уже есть некоторые подходы к унификации. Казалось, из них из таких известных широко используемых есть три. Сейчас мы про них вкратце поговорим, пробежимся. Первый метод аж в 2019 году придумал такой человек как Брэндон Грэк из Гэнфликса. Поднимите руку, кто не знает, кто это такой. Ознакомьтесь, вам понравится. Скорее всего, даже знакомые с его наработками, просто не знают, что это он. В общем, он придумал подход, называется Use Utilization, Sculpturation and Errors. Изначально он придумал его как способ быстрого поиска проблем производительности в системе, когда возникают вот ресурсы. Идея в том, что в системе есть ресурсы, процессор, диск, память, интерфейс, что-либо еще. И анализируя все эти три метрики, как бы утилизация ресурса, его насыщенность и ошибки, которые возникают при обращении к нему, можно понять, как бы у вас этот ресурс уже перенагружен или с ним все еще хорошо. Несмотря на то, что этот метод был придуман именно для ресурсов системы, он неплохо перекладывается как бы на вашу весь общий продукт, если в ней есть какие-то элементы, которые выступают в виде ресурсов. Это база данных, это очередь, это хранилище. Также можно переиспользовать. Но для сервусов, которые ресурсами не являются, эта система подходит уже не очень хорошо, поэтому в 2015 году Том Вилке, Vice President Grafana Labs, именно поэтому предлагает другой метод названием Red. Request Rate, Errors и Duration. То есть, сколько у вас где-то запросов, сколько каждый из них длится, сколько вы как-то не смогли отработать, у вас ошибки. В принципе, можно принять юз для ресурсных вещей, Red для каких-то просто сервисов, обрабатывающих важные запросы. Однако, на следующий год выходит такая знаменитая книжка, я думаю, многие из вас ее видели от Google, и там целая глава посвящена мониторингу, где они скомпилировали все, что было закрыто на них и подвели под это более такую интересную идею, как 4 золотых сигнала. В принципе, все те же метрики нам уже знакомы, просто на одну больше, и в чем заключается главная идея. Это в том, что они говорят, что для любого сервиса достаточно ввести всего 4 сигнала вот эти вот и смотреть на них. Если с ними все хорошо, они укладываются в какие-то приемлемые для вас интервалы, проблема нет. Если какой-то за интервал выходит, есть проблема, и тогда уже мы переиспользуем все, что доступно, другие метрики, логи, трейсинг, дебаг, все, что угодно, для того, чтобы понять, а в чем именно проблема. То есть простая модель для поиска, как бы все у нас хорошо, все у нас плохо, и если нашли проблему, погружаемся в нее. Собственно, эту самую модель нам понравилась, мы решили пытаться ее внедрить. Однако, недостаточно просто взять модель и сказать, мы ее внедряем, как бы нужно самую прогулку, это сложно. Тут начинается самое вкусное. Ну и, собственно, про внедрение. Как мы начали? Ну, взять всю нашу систему, мы помним, там это порядка 70 сервисов, и выбрали из них группу тех, от кого больше всего болит, то есть самые либо проблемные, либо самые важные, каким-то образом выбрали. Подняли память все, что есть, документацию, схемы, спехи, мониторинг, начали пытаться вредить самые четыре метрики, четыре сигнала, пардон, как-то их внедрять. Забегу вперед, скажу, что далеко не всегда есть нативные вещи, которые продолжаются на четыре сигнала, мы это решали по большей части гриботики на разработку, как я говорил, у нас полный байкбок, если чего-то не хватает, можем доработать, то есть мы реально приходили к разработчикам, доказывали, что это нам нужно, приходили к их менеджменту, ввели работу, приоритизировали и там куда-то бедно постепенно внедряли. Либо если совсем никак, тоже покажу такой пример, это для него лайфхак, но пока подержу интригу. Сейчас расскажу на четырех примерах, как выглядит сам мониторинг и внедряли. Примерами будет у нас API-сервер, это, собственно, висятся нашей системы, которая реализует основную бизнес-логику. Это Mobile Push-сервис, который отправляет пользователи к нотификации, это Mongo, который у нас основная база данных, и WebSocket Hender, то, через что наши клиенты нам подключают, то, что держат клиентские приложения в WebSocket-соединение. Первое. Request Rate, он же трафик, он же рейт запросов. Собственно, самая простая метрика, обычно ее проще всего снять. Единственное, что здесь совет, снимайте не трафик, летающий на пост, трафик, летающий на приложение. Потому что бывает иногда, что у вас на сетевом интерфейте спайк летающего трафика, вы начинаете смотреть, понимаете, что это какой-то мусор, то есть у вас, у вашего приложения никакого спайка на самом деле нет. То есть у вас там сколько было реквестов, купаясь данных, сколько осталось, сколько было реквестов, веб-сервис, столько осталось, и просто что-то полетело другое. Это разделение помогает такие вещи отфильтровывать. Что у нас здесь получилось? Ну, API-сервис у нас это просто REST API, как бы, общее число почти без запросов в секунду, все просто. А на Mobile Push каждый компонент у нас поставляет метрику в виде числа уведомлений, которые он принял в обработку. MongoDB, ну, тоже нативная метрика. Мне кажется, любая опознанная, можно сказать, сколько у него прилетело там различных операций типа инсетов, дейт-дейт и так далее. Но век-сокет-хендер, он просто является проксером запросов от пользователя либо на API, либо на какие-то другие микросервисы, тоже он ту статистику поставляет. Здесь, к счастью, все получилось легко без какого-либо напряга. Однако, пока мы делали эту метрику для нашего API-квестрейта, мы на графике увидим, что у нас есть в течение суток вот такие вот интересные спайки. То есть, каждые полчаса прям большой спайк красненький, каждые четверть часа желтенький. Стало интересно, что это такое. Залезли в блоги, посмотрели, оказалось вот что. Помимо прочего, наш сервис позволяет клиентам создавать, запускать, присоединяться к видеоконференциям, и оказалось, что каждые полчаса задается максимальное число этих самых конференций. То есть, люди букают в митинге на час, полустарого, два часа. Чуть меньше букают на четверть часа. Допустим, два, сорок пять, три, пятнадцать. А вот между этим совсем мало. То есть, реквест есть, но это как бы тот, кто опоздал присоединиться. Просто интересный факт, который мы о своей системе не знали и благодаря этому мы выводили. Число ошибок или error rate. Здесь тоже достаточно все просто. IP-сервис обычный под ошибок. Единственное, что мы цитровали все, что не 200, не 300. 200 мы считаем это окей, 400 мы считаем плохо. Казалось, что 400 это обычная ошибка клиента, но тем не менее, если мы видим, что у нас посыпается много 400, это может быть сигналом того, что, скажем, в новом релизе десктоп-версии что-то там не так безлик, совместимость пятиреали, которую не отловили на тестах. Нужно быстро этот сигнал типа «Отходите, пожалуйста». Вот. Mobile Push тоже нам предоставляет метрику об ошибках. Это число уведомлений, которые мы либо не смогли просто протестить, либо мы почему-то не смогли это передать на Push-Bitway с Monge. Нам тоже повезло. Базда нам дает информацию об ошибках. Ну и WebSocket Handler у нас тоже такой возвращал. То есть здесь какого-то Rocket Science не было. Вот, собственно, примеры, как это у нас в графане. Если я правильно помню, это первый верхний рост-рейт как раз с опишечки, а нижний это у нас с Push-Bitway. Единственная разница, что там мы считаем его прям каунтами, а здесь мы берем в процентах от всех реквестов. Вот. В идеале это у нас в процентах, но некоторые технические долги есть, потому что мы пока не пришли к виду, которая нам больше нравится. Вот. Следующая задержка или Play-Duty, то есть как долго выполнялся ваш запрос. Здесь могут начаться сложности. То есть, например, API-сервис нам в виде метрики не поставлял решение, не поставлял метрику на каждый запрос, он предоставляет каждый раз среднее за краткий интервал времени. Это не очень хорошо. В идеале, чтобы у нас была медиана, еще выше процентиль, 95-9, но пока что мы живем с тем есть, с чем есть, это тоже часть тех долга, которые мы в будущем планируем брать. Лучше, чем ничего в конечном итоге. Mobile Push. Здесь этой метрики вообще не было. Например, когда мы пришли к разработчикам, попросили, доказали, договорились, ребята нам реализовали, что прямо каждый компонент подает 95% обработки отбрасно-мобильных нотификаций. Мы просто это все делаем, потом отрегируем и выводим на график. Здесь нам в итоге получилось все хорошо. монго. Здесь мы, скорее всего, так и останемся. То есть база опять же дает усредненное значение через метрику. Мы даже если отправим патч в монго.дб, я не думаю, что ее быстро примут, но мы не советуем от этого делать. Здесь мы сейчас смотрим на тему того, чтобы парасить логи, потому что в логах есть время каждой операции, но у нас система сбора метрика и система сбора логов они не интегрированы, нам нужно решить этот момент, чтобы это все в одном месте было видно. Пока что живем с таким. И с AppSocket-хендером получилось интересно. У нас написано Node.js, там есть такая метрика нативная для ноты, как event-plug. Дословно, как ее можно расшифровать, сколько данных, которые проезжали в буфере, прождали времени обработки бюджетом JavaScript. С точки зрения хендера, нам как раз это подошло, как это самое время обработки нашего запроса. То есть он там работает асинхронно, как он в буфер положил, потом процессил дела. Вот, собственно, так примерно у нас они выглядят. Собственно, первое, это у нас респонс тайм от наших как раз напишечек. Несмотря на то, что здесь нарисован перцентиль 99, на самом деле под капотом это все снимут. То есть это перцентиль от тех самых усредненных. Просто для того, чтобы оно более красиво выглядело, и мы немножко скрадываем какие-то аномалии на отрисовке. А вот второй график, средний, у нас нашей системы направки модификаций мобильных, там все честно, 95% как он есть. И вот здесь у нас это луклак с нашего опихендера, но здесь тоже там кучи все честно, 99% идет. Наконец, самый последний сигнал и самый больной это сатюрэйшн. То есть это то, что нативные метрики для нересурсных вещей не ложат от слова совсем. То есть для базы хорошо, для очереди хорошо, для остальных это больно. Тем не менее, мы придумали для себя такой лайфхак, который, наверное, не самый хороший, но лучше, чем ничего. Мы просто анализируем работу нашего сервиса, его жизненный цикл, его поведение в разных ситуациях и подбираем что-то, что наиболее близко по смыслу. В частности, для API-сервиса сходно находится число реквестов, но это оказалось неправильным, потому что реквесты бывают разные. Может быть много, но простеньких, может быть мало, но какие-то сложные, тяжелые. Нагрузка от этого наблюдали за жизнением приложения на продакшене, за жизнением его на стресс-стейдже и обнаружили неплохую переляцию с использованием memory-хипа. То есть, у нас чем больше летит запросов, или чем тяжелее, или чем то-либо, тем сильнее хип утилизируется. С полного момента начинает чаще на то, что приходить в гарпич-коллектор и сервер начинает страдать. Эта метрика отлично показывает, насколько наши API-сервы насыщены, насколько им еще осталось в легкой жизни. С мобайл достаточно просто. Мы переиспользовали метрику его очереди. Там у нас все дело в Амазоне через Усквер слетает. Мы с него на размер очереди, сколько мы еще не разгребли. Если оно растет, пуши не успевают. С монкой все получилось тоже просто. База данных предоставляет... Ну, она имеет в принципе метрики внутренней очереди почти не по записи. Просто их забираем и отрисовываем. А с обсокет-хендером получилась тоже интересная ситуация. у него насыщение посчитать не получалось никаким образом и пришлось опять немножко подумать. Думали-думали, что обнаружили, что если мы смотрим на видение конкретного пользователя, то его активность в среднем она примерно одинаковая. То есть, когда мы говорим про двух-трех, да, кто-то чаще пишет сообщинки, кто-то чаще отправит картинки. Если мы говорим про тысячи пользователей, там все усредняется. И в принципе какое-то поведение пользователей у нас особо не влияет. Но влияет их число, потому что как раз наш обсокет-хендер просто проксирует запросы и основная нагрузка это поддержка соединения. Мы на стресс-тестах обнаружили, сколько у нас сейчас может один хост держать. Максимум выше этого уже начинает тротлить. И взяли это за основу, тем самым для него метрика насыщения таких числов пользователей на флот. Собственно, примерно так это выглядит. Левый верхний угол как раз тот самый хит-усидж. Правый верхний это у нас очередь нотификаций из SQS. левый нижний это число пользователей на флот. Насколько мы насыщены, чем ближе подходим к красной линии, тем опаснее. Если мы уже совсем к ним близко, пора к опасти расширять. Либо оппинать разработчиков, алиактимизировать, чтобы больше держало. Ну и нижний, правый это у нас очередь для базы данных. Следующая боль, которая от нас стрельнула, это даже борды. Отлично, мы выделили эти самые метрики, куда же нам их класть. У нас уже были даже борды, которые разработчики с самого начала делать до сервисов, но с ними были проблемы. Проблемы какие? Во-первых, они их обычно делают не под конкретный сервис, а под задачу, под внутренний проект. И в итоге эта штука может быть в трех разных версиях, в трех разных степени актуальности, с какими-то внутренними ошибками, вообще содержать метод от разных компонентов, то есть на нашу логику никак не ложиться. Но мы решили, что пусть это остается у них, это их кухня, мы себе сделаем свое. Делаем себе, начинали это дело задизайнить. Придумали дизайн, как это должно выглядеть, получилось два таких небольших различия, немножко разных варианта. Один, это если у нас наш сервис, это некоторый кластер, и нам важно состояние всех нод в нем, там появляются верхние две строчки, которые показывают состояние нод в кластере. Ну, условно, там окей, не окей, там жив сервис, не жив, например, даже монго. И второе, да, у нас сервис это пул, нам не страшно, если какая-то нода отстрелится, нам в принципе состояние пула, и большинство у нас именно так вот выглядит. Пошли дальше. Собственно, вот пример пуска дажбота, который пул, верхняя строчка у нас это состояние нашего пула, там число воркеров, не сдохших за последнее время, число нод онлайн, ну и также мы велики в виде требования, что ссылка на компонент, спецификацию, ее название, кто является обниром, как бы контакт команды, с кем писаться. И вот, собственно, наши четыре золотые сигнала, то есть идея в том, что когда дежурный инженер открывает этот дажбот или там выводит на телевизор, это сразу у него попадает фокус, легко это дело считать. К каждому графику, который, ну, желательно вообще к каждому, но у нас к золотым сигналам обязательно. Мы обязательно добавляем аннотацию, в которой описано, что это такое, во что она отвечает, ну то есть, чтобы вновь приезжать человека, тот, кто не сильно часто работает с нашим сервисом, например, те же Ноки, у которых сервисов очень много, они могли легко объехать, что почем. Вот, дополнительно хелстчеки, как бы сбоку, тут срабатывает треш-холдов, как от золотых сигналов, так от других метрик, которые нам показались важными в данном случае. Вот, и подкладчик чуть ниже, как бы, все остальные метрики, которые мы с сервиса снимаем, но по дефолту не выводим. То есть, опять, та же самая идея, инженер, как бы, открыл главный фокус, вот тут, как бы, да, увидел, если все хорошо, но все хорошо, если что-то плохо, полез ниже смотреть метрики, полез в отдельную окошку в кибану, смотреть, что на слога не пошло. Вот, что нам в итоге это дало? Получилось у нас более простой и прозрачный для инженеров эксплуатации мониторинг, да, нам проще стало к джорстам подключать людей, на этом сейчас поподробнее остановлюсь, мы стали быстрее разбираться в проблемах и легче передавать по смене. Ну, это все только такие красивые слова, что у нас по качественной оценке. Цифры получились вот такие вот. То есть, если мы говорим про время выхода на джорство, здесь контекст, что мы не с улицы берем человека, он там за неделю в нашем продаже не разобрался, нет. У нас те, кто приходят в команду, занимающиеся поддержкой сервиса, они не сразу начинают заниматься именно продом, у нас там других задач много, и в среднем время, прежде чем мы человека начинаем привлекать к этой задаче, она там достаточно длительная, полгода, год. Но именно момент, когда он выходит на поддержку прода, когда он начинает отвечать целиком на систему, у нас сократилось с условного месяца до недели. То есть, берем человека с кем-то, сажаем его на смену, они вместе в неделю разгребают инцидент, он смотрит на мониторинг, понимает, как с ним работать, и этого оказалось достаточно. Вот уже два таких успешных кейса, как за последнее время, когда там приходили люди, мы это дело подключали. Время устранения инцидента, это и потом более там следующая метрика, это по итогу анализа наших постмортемов, время, которое мы все это дело тратили, в среднем, такая очень грубая оценка, 4 часов до 40 минут на устранение. Здесь не только мониторинг, все эти красивые вещи, которые я сегодня рассказывал, сыграли свою роль, мы много в это дело инвестируем в силу и улучшений, но по отзывам команды это помогло достаточно сильно, то есть, принесло ощутимый вклад. Ну и вот то, что непосредственно относится к мониторингу, как я уже говорил, помимо того, что у нас ноги за сервизом смотрят, у нас еще дежурный инженер в принципе-то еще нигде, он, ну, своего, своей смены, он приглядывал за сервизом, не отлить чего-то, где уже пошла проблема, он еще не начал прям повыхать, еще не сработал триггер, например, не знаю, выкатили релиз, мы смотрим, а у нас пошла птичка памяти где-то. Вот такие вещи, как бы, благодаря внедрению салты сигналов подобных ажбардов, мы стали в 4 раза чаще отслеживать тоже этот по итогу анализа наших постмортемов. Тем не менее, на этом работе у нас еще не окончилось. Во-первых, что мы сейчас делаем или уже сделали? Мы внесли в разработку требование, что каждый новый компонент или выход какой-то там супермажорной версии должен обязательно в себе внести из коробки эти самые 4 золотых сигнала и вот этот самый дашборд. Если что, мы разработчикам поможем, проконсультируем, мы с ними, у нас крепкая, теплая дружба. Как я вначале говорил, мы взяли небольшую изначальную группу, для которых совсем все болело, но до конца это не доделано. То есть сейчас у нас примерно четверть всех сервисов, они прям полноценно покрыты, для них это работает в полную. Еще где-то процентов 20-30 сейчас in progress. То есть там, либо мы ждем, когда нам какие-то метрики доделают, где везут, что-то еще выясняем. Вот так, но там до оставшихся получается 50% работа на еще чуть меньше, чем 50. Она как бы и не сделана, там еще поле не пахнет, но как бы с тех пор, как мы это делаем эксплуатируем, у нас и сервис качественного прибавилось к микросервисам. Ну и последнее, как бы это сделать многоуровневый так называемый мониторинг. В чем здесь идея? Да, мы все свели к 4 метриках. Теперь от каждого сервиса нам достаточно наблюдать в режиме реального времени только за 4-мя штуками. Но сервисов становится больше, тут 4, тут 4, тут 4, а сервисов 70. Получается там уже 200 с лишним и мы приходим к тому, с чего начали. Возникла идея сделать дополнительный уровень абстракции, который нам это позволит тоже проще читать. Выглядит это будет таким вот образом, самый нижний кусочек слева, это текущий дашборд, мы его называем на уровне компонента, который смотрит за конкретным сервисом, который как раз отрессовывает самую стерилизацию золотые сигналы. Дальше такие компоненты, они объединяются в подсистемы и дашборд уровня подсистемы смотрит за дашбордами уровня компонента. Если на каком-то из них какой-то золотые сигналы зажегся, зажигается, что в принципе с подсистемы проблема, что мы могли куда-то закопаться. Но и выше уровнем у нас в принципе это все объединяется в уровне сервиса и мы видим, что если какая-то подсистема где-то там дала сбой, то на это дело и загорается. Плюс хотим еще ввести функциональный мониторинг, это регулярный прогон тестов и трейсинг, но это пока что в очень влажных планах, хотя ко всему этому делу оно бы неплохо подошло. Ну, собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо за предплату. Как у нас с вами микросириция объединяется в этой системе? На основании чего? На основании нашей архитектуры, то есть просто когда идет разработка, у нас достаточно редко кейсы, когда сервис существует сам по себе, ну, такой тоже есть, в таком случае он образует подсистему из самого себя просто, но у нас буквально таких, например, два или три, там это комплайн-секс, что еще подобное, а в остальном просто дизайн-системы так построен, что мы объединили их в некоторые подсистемы, там, например, там система отправки модификаций, внутри компонентов, там подсистема поиска какая-нибудь, так, просто дизайн. В верхнем уровне есть сервис четырех этих основных метров? сервис состоит из тысячи микросервисов, общие эти четыре метки для сервиса, а глубже по рекурсии идем дальше по микросервису. Ну, нет, здесь идея именно в том, что мы четыре сигнала снимаем для сервиса от первоусловного микросервиса, а на уровне сервиса, в смысле, как предоставляемому клиенту, это уже не очень подойдет. То есть там сейчас я таннотаю секундочку. То есть выглядит так, что четыре золотые сигнала, они существуют именно на уровне типа самых компонентных, даже бордов и все. Да, да. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот вы показали, что в качестве насыщения выбрали использование памяти в хипе. Ну, для вас подошла эта метрика-хорошо. А если, допустим, мы по этой метрике не можем отследить, и у нас, допустим, цепу вот там, так сказать, что куча запросов еще ждут свои обработки, а здесь у нас на графиках получается все хорошо, и насыщения нету, там, допустим, память не сильно в хипе используется, но при этом цепу лоад очень высокий. Ну, значит, вы неправильно выбрали золотой сигнал насыщения, вам он называется цепу лоад. То есть здесь нет какого-то универсального рецепта, это для каждого сервиса анализ, я просто показал, что в нашем случае для этого сервиса, так как не было нативной такой метрики, как, например, там, какая-нибудь очередь внутренняя, вот, подошла, самая близкая по смыслу и хорошо коррелирующая с реальной ситуацией это хип-юсач. И, наверное, можно еще такую взять вещь, что несколько метрик объединять в эту ситуацию. Да, да, можно как бы, можно агрегировать, можно что-то высчитывать, то есть, насколько я помню, даже сам Глуб пишет, что это, ну, как я уже говорил, это редко ложится на какую-то конкретную метрику, здесь можно действительно сделать калькуляцию вот нескольких, главное сделать это правильно. Спасибо за доклад, очень интересная и очень интересная идея именно четырех метрик, но вопрос в том, мне было освещено, почему именно четыре и почему именно этого достаточно, может быть, меньше, может быть, одну, может быть, три, вот, ну, конечно, в этой книге все есть, но хотелось бы услышать. Ну, я думаю, как бы, Google-то там тоже на основе какого-то своего опыта, мы решили просто его переиспользовать, то есть, взять эту модель как бы за готовую и, как бы, наша практика показала, что она тоже подошла, то есть, ну, наверное, для каких-то сервисов действительно может взять один сигнал, но, получается, у вас все равно, как бы, у каждого есть, если это распределенная система, есть некоторые запросы, есть некоторое время на обработку, то есть, даже если эта метрика там не будет никогда для вас являться решающей, просто выведение ее сюда позволит, ну, отслеживать какие-то там происходящие события. Можно? Конечно. При данном подходе не возникает проблема, что мы уже по факту делаем дашборд и дашборд, что какой-то наследим за нашими сервисами и делаем еще фиксируя другие четыре, то есть, на практическом уровне не возникает путаница или еще чего-то, то есть, конечно, да, может добавить больше эти подходы, но не возникает ли абстракция на абстракцию фиксацию? Это правило славит или в принципе? В принципе. В принципе нет, в принципе не возникает, я сказал, у нас были любые борды, которые делали себе разработчики, но они для их целей и для наших просто из практики не очень подходили, то есть, не знаю, у тебя там инциденция бисервера, да, вот такой дашборд, который они просто предоставили, пошарили, там что-то от бисервера, что-то от базы данных, смешанная и какая-то там просто их логика наблюдения. Нам нужно следить за каждым конкретно, ну, просто в реалиях нашего опыта. И мы делали это себе отдельно, то есть, мы пользовались своими, они, как ни странно, тоже пользовались нашими, например, наша перформанс-команда в какой-то момент пришла и сказала, так, поделитесь, пожалуйста, нам ваши более удобные, мы такие-то без проблем. И еще с делением, вот на все четыре не возникает именно то же вопрос, что вот эта ошибка относится именно к этому, или вот просто, что все ошибки, это вера, мы засловываем. Ну, в делении, то есть, вот на эти четыре части. обычно нет, то есть, самые такие, самые такие проблемы, это вот, ну, из нашей практики, это было именно saturation, а для остальных просто правильно снять и посчитать, то есть, вот, в идеале, медиана или персентили, они усредненные, а в остальном, наверное, не возникало. спасибо за доклад. Огромный вопрос в таких вот комплексных метриках, это всегда, как вы выставляете триггеры, в какой момент срабатывает? Например, вот вы знаете, что в этот, в эти часы, дни и так далее, вот у вас 80% загрузки, это норма. Сработает ли у вас триггер, если загрузка дошла до 95%, например, процентов, пик? Или вы не занимаетесь подобными предсказаниями и просто говорите, ну вот сто и все? Нет, мы выставляем триггеры там, ну, у нас получается какой-то маленький ситуат, то есть, во-первых, мы смотрим за тем, как вся система чувствует в прозе, собственно, это одна из задач режимного инженера, и если же был какой-то негативный опыт, мы корректируем эти значения, плюс результаты перформанс-тестирования для всех новых версий, если что-то поменялось, он тоже приносится, то есть, такой, как бы, берем информацию и аккумулируем и либо выносим, ну, там, какие-то оценки для свежих сервисов, либо до старых, меняем, потому что сервисы тоже развиваются, они оптимизируются, ну, это как бы живой процесс. И второй вопрос. Вы мониторите, вернее, не так, есть ли у вас отсечка на слишком низкие значения? Сейчас нет, но можно столкнуться с тем, что это нужно. Спасибо. Если у нас вопросов нет, мы подали к следующему вопросу от нашего. А тогда подайте первому и последнему спрашивающему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok